Родиной её был театр, и по национальности она была балериной. Её отцом был хореограф-итальянец, матерью – шведская танцовщица. Дед её был прославленным опеверным певцом, а бабка – польской актрисой. Эта семья принадлежала к верхушке европейской артистической богемы, и им покровительствовали короли. Наша героиня родилась в Стокгольме, но когда она была ещё совсем маленькой, семья переехала в Вену. Там отец учил её и её младшего брата началом сценического танца. Когда они немножко подросли, он отправил их в Париж учиться у своего учителя, величайшего преподавателя балета того времени, из школы которого вышли все звёзды конца XVIII века, Жан-Франсуа Кулона. По легенде, Кулон осмотрел детей своего бывшего воспитанника, мальчик показался ему перспективным, а по поводу девочки он раздражённо спросил, что я буду делать с этой маленькой горбуньей, и потерял к ней интерес. Но героиня моего сегодняшнего рассказа повторит путь супергероев, про которых сейчас так любят снимать фильмы. Так любят, что я практически перестала ходить в кино. И слабой маленькой уродливой девочке она превратилась в богиню сцены, научившись летать. В те годы, а мы говорим о самом начале века, в балете царил мужчина, солист, король. Балерины существовали только для украшения сцены. Это было наследием времён, когда король солнце Людовик XIV самолично возродил балет и фактически сделал его отдельным видом искусства. Возникнув в XVI веке в Ренессансной Италии, балет, балет типа тогдашней терминологии, был экспортирован во Францию Екатериной Медичи. Вы думали, она была способна только в арфоломеевские ночи устраивать, но нет. Она также познакомила французов с балетом. Тогда балет не был видом театрального представления. Это был вид дворцового развлечения, элегантного массового танца. Не было профессиональных балерин. Придворные и царственные особы участвовали в балетах. Вы прекрасно об этом осведомлены благодаря Александру Дюма. Мушкетёры доставляют алмазные подвески, а не австрийской, как раз к марлезонскому балету при дворе Людовика XIII. В те годы балет представлял собой огромное мероприятие, такое театрализованное самодеятельное представление, включавшее в себя танцы, оперное пение и пантомиму. В случае марлезонского балета темой представления была охота на чёрных дроздов. Поэтому, если вы помните, король и королева были в стилизованных охотничьих костюмах. Считается, что король сам написал либретто. Функционально балет был смесью дискотеки с политпропагандой. Придворные, участвуя в балетах, одновременно развлекались, утверждали своё положение в социальной иерархии при дворе и прославляли величие короны и блеск королевского двора своими костюмами. Умение хорошо танцевать входило в обязательный джентльменский набор вместе с фехтованием и умением держаться в седле. Всё это входило в курс воспитания настоящего шевалье, вырабатывавшего в нём ловкость, храбрость и умение хорошо владеть своим телом. И эти принципы сохранялись до самого XX века. Аристократия всех стран училась в детстве танцевать, и выскочку из третьего сословия было легко распознать по его неуклюжести. Будь ты хоть сколь угодно богат и начитан, но если ты косолап и не можешь изящно пройтись в мазурке, ты в социальном смысле тля. И французские короли охотно и практически профессионально лидировали в танцевальных представлениях при дворе. Эта централизация балетов вокруг солиста мужчины была унаследована театрами. Сын Людовика XIII, Людовик XIV, основал Королевскую академию музыки, в рамках которой возникла первая профессиональная театральная балетная труппа, балет парижской оперы. Балет из дворцовых залов перекочевал на сцену сначала как сопровождение оперы, а потом как отдельный жанр. Появляются профессиональные танцовщики, балетмейстеры, учителя балета и хореографы, одним из которых был Филипп Итальони, отец нашей героини. Пока дети Итальони учились в Париже, они оставались на попечении своей матери, а их отец разъезжал по всей Европе по контрактам. И когда он через два года прибыл в Париж посмотреть на успехи своих отпрысков, он обнаружил, что маленький Поль очень продвинулся и, обещая стать отличным танцовщиком, в то время как Мари осталась неуклюжей и страшненькой. Все, кто видел Марию Итальони в разные годы её жизни, не забывают отметить её непритязательную внешность. В зависимости от отношения рассказчика Итальони, внешность Мари описывают словами от невзрачной и нетипичной для балерины до напрямую маленькой горбатой уродки. О её лице, своеобразном и узнаваемом, вы можете судить сами по многочисленным портретам. Что же касается фигуры, то Мари была невысокая, хрупкая и с округлой спиной. Не горбунья в прямом смысле слова, как обругал её кулон, но со своеобразной осанкой. Сейчас бы её списали на долгое сидение за компьютером, но в те времена, во времена корсетов, это было нетипично для девушки. В годы, когда основным назначением балерины было украшать собою сцену, Мари Итальони легко могла показаться неперспективной, и поэтому учитель, видимо, мало обращал на неё внимание, и в результате её танцевальные навыки тоже оставляли желать лучшего. Это было крайне неприятным сюрпризом для её отца, поскольку Филиппе как раз был назначен балетмейстером в придворной опере в Вене и добился, чтобы его дочь примерно через год дебютировала в столице Габсбургов. А теперь он не был уверен, что он вообще может позволить Мари показаться на сцене. Перед блестящим общеевропейского уровня артистом замаячил общеевропейский профессиональный позор. Отменить дебют Мари было немыслимо. К счастью для мировой культуры, Филипп Итальони был из той породы людей, которых вы часто встречаете в моих рассказах. Вижу цель, не вижу препятствий. За шесть месяцев он выдрессирует своего гадкого утенка в лебеде. Тальони разработал для своей дочери строгий режим интенсивных тренировок. Он хотел, чтобы эта неизящная согнутая к земле девушка в танце казалась невесомой. Он говорил, что не хочет слышать, как она танцует. Так легок должен быть ее шаг. Это означало, что ее ноги должны были стать исключительно сильными, потому что чудес не бывает. Все чудеса, которые вы видите на сцене, рождены через пот и кровь на репетициях. Мари тренировалась по шесть часов в день, интервалами по два часа. Два часа утром она делала упражнения на развитие силы в стопах, удерживая позиции на счет до ста. После обеда два часа были посвящены адажио – медленным и грациозным движением с упором на тренировку баланса и умение удерживать равновесие на одной ноге. Третий вечерний урок был посвящен тренировке прыжков. Отец фактически изолировал ее от внешнего мира. Вся жизнь Мари была посвящена одной задаче – превращению маленькой гарбуни в звезду. Она усердно работала, увеличивая диапазон движений и развивая силу. А отец придумывал специально для нее позы и движения, которые не только маскировали ее округлую спину, но и придавали ее силуэту грациозную томность. И так он фактически положил начало эстетике романтического балета. Того балета, который мы теперь называем классическим. Напоминаю, что дело происходило в самом начале 19 века. Балет 18 века довольно сильно отличался от того, что мы привыкли называть балетом. Он был гораздо ближе к тем придворным танцам французских королей. В нем не было столько акробатики. Изящные движения и перемещения танцоров не занимали столько места. Прыжки не были высокими. Движения рук и торса были ограничены тяжелыми пышными костюмами. Шаги и перемещения были деликатны и четко прописаны. Это был ряд изящных и ловких движений, которым нужно было учиться, но они не были запредельными для среднего человека. Балет требовал тренировки, но не таких исключительных врожденных физических данных и многолетнего обучения, как сейчас. В динамике танцоров читались в первую очередь не сила и гибкость, а контроль и ловкость. В балете не было той лихости, бравурности движения, к которой мы привыкли теперь. Это сделает романтизм. Нам сейчас трудно это понять, потому что тогдашний прогрессивный, почти что авангардистский романтический балет стал для нас классическим и старым. Сейчас нам кажется, что балет времен Талёни формален, скучен и неестественен. Но тогда это было прорывом. Тогдашний классический балет, балет барокко в современной терминологии, был куда более неестественным и формальным. Танцоры были еще сильнее похожи на роботов, а танцы – ножевые картины, симметричные и узорные. Основными темами спектаклей была история, псевдоистория точнее. Драмы из античной жизни и изящные пантомимы из мифов. Костюмы были мало того, что псевдоисторическими, но еще и практически не отличались от обычной современной одежды. В XVIII веке балерины еще танцевали в фижмах и на каблуках. Мода ампира повлияла и на театр. Балерины переоделись в модные наряды, подражавшие античным туникам и шелковые туфельки без каблуков. Но ни о какой свободе, естественности движений в балете разговора еще не было. Эмоциональность была весьма картонной. Попробуйте изобразить любовь, ревность и отчаяние средствами полонеза. Основная задача балерины была не столько рассказать посредством танца историю, сколько вызвать восхищение своей внешностью и костюмом. Романтизм, как глобальное движение в европейском искусстве в начале XIX века, принес с собой интерес к эмоциональной жизни человека и эстетику естественности. От наскучивших сюжетов о все тех же греческих царях интерес публики развернулся к новым, свежим, фантастическим историям. Нимфы, феи и прочие мелкие волшебные люди, вмешивающиеся в жизни смертных на равных, стали доминировать в сюжетах. Балетные спектакли погружали зрителей в атмосферу сновидения, где все было фантастично, загадочно и при этом правдоподобно, естественно и непринужденно. И то, как Филипп Итальони тренировал свою дочь, полностью соответствовало тому, какие балеты он для нее ставил. В статике фигура Марине отличалась классической красотой, но она преображалась в движении. Новая романтическая эстетика требовала от танцоров естественной грации, естественного выражения чувств в жестах и позах, мягкой, неэкзальтированной пантомимичности движений. Это то, что она умела. Филиппе поставил ее руки в округлое пор-де-бра, маскирующие силуэт ее спины. Это казалось вполне естественным и деликатным, а теперь стало стандартом и знаком изящества в классическом балете. Легкость ее шага, выработанная изнуряющими часами тренировки стоп, ее способность подниматься на носки и подчеркнуто медленно опускаться на пятку, как плавно опускается взлетевшее перо, станут идеалом, к которому стремились новые балерины. В июне 1822 года в Вене Марис танцевала свой первый балет в постановке отца под названием «Прием молодой нимфы при дворе терпсихоры». Ревью были неплохими, но невосторженными. Однако тальони избежали позорного провала, и карьера Мари началась. С 18 лет она начинает регулярно выступать на европейских сценах. К 23 годам она добивается настоящего признания. Ей предлагают солировать на сцене парижской оперы. Отец, знающий, на чем держится успех Мари, добивается для нее контракта, по которому она будет танцевать только в балетах, поставленных лично им. Сначала Сицилиана, а потом Сильфида в постановке Филипп Итальони становятся настоящими триумфами Мари и романтического балета как стиля. Первые парижские ревью ставили ей почти что в вину то, что она танцевала слишком легко, слишком естественно и непринужденно. Публике нужно было к этому привыкнуть. Сильфида, поставленная в 1832 году, поразила и очаровала уже всех. Задуманный специально для демонстрации ее уникальных способностей, это был первый балет, в котором танец на пуантах имел эстетическое обоснование, а не был просто акробатическим трюком, как раньше. Танцовщицы и до нее могли на мгновение вскочить на носки. Но это был явно тяжелый головоломный экзерсис, сопровождающийся весьма неизящными маханиями рук и мукой на лице. Мария Итальони вставала на пальцы так, как будто для нее не существовало земного притяжения. Обратите внимание, что никаких настоящих пуантов с пробкой в носке тогда еще не было. Итальони танцевала в обычных шелковых бальных туфлях на тонкой плоской подошве, какие носили все женщины со слегка только усиленным штопкой носком. Она вставала на пальцы чисто силой мышц стопы. И потом она танцевала на носках. Это был не трюк, а естественная часть танца. Она была сильфидой, духом воздуха, абсолютно неземным воздушным созданием со сверхъестественными качествами, супергероиней пушкинских времен. Это было торжество романтизма, и это был ее триумф. Новый модернистский балет внезапно породил огромное фанатское движение. Мария Итальони стала их кумиром и первой настоящей прямой балериной. Ее популярность достигла уровня современной голливудской звезды. Ей платили 100 фунтов за одно представление. Это как 10 тысяч на современные деньги. Ее отец был ее пиар-агентом. Он ставил для нее балеты, он создавал ее репутацию как чистого небесного создания, сильно отличающийся от типичной репутации средней балерины того времени. Она стала так знаменита, что вышла замуж за самого настоящего графа Агюста Жильбера де Вуазена в 1835 году. Нет, это не было нормальным для аристократов жениться на балеринах. Но за кого могла выйти замуж божественная Сильфида, за билетера? К сожалению, этот брак оказался несчастливым. Они разошлись уже через год, а через 10 лет добились формального гражданского развода. И тут я отсылаю вас к моему видео о разводе и о том, какой фан был разводиться в 19 веке, особенно католикам. В результате Тальони не могла выйти повторно замуж, и ее личная жизнь ушла в подполье. Мари со всей очевидностью не была ни скандальной, ни распущенной женщиной и никогда не пыталась добиться известности инстаграмными средствами. Поэтому точно мы ничего о ее личной жизни не знаем. У нее было двое детей. Первый, видимо, от мужа, а второй, видимо, от преданного поклонника Жена Дисмара. Оба ребенка носили фамилию мужа Марии. Граф Жорж Филипп де Вуазе и графиня Жени Марии де Вуазе. И репутация их матери была так возвышена и неприкосновенна, что оба они прекрасно устроились в жизни, несмотря на сомнительное происхождение. Жорж женился на Сазон Герали, богатой наследнице, а Евгения, жени, вышла замуж за русского князя Александра Трубецкого. С Россией Марию Тольони вообще много связывала. Фактически на годы в России пришелся пик ее карьеры. В 1837 году Тольони заключила контракт с императорским балетом в Санкт-Петербурге, известным сегодня как Мариинский балет. И она проработает в России пять лет, где будет пользоваться бешеным успехом. И фактически станет одной из вдохновительниц и прародительниц прославленного классического русского балета. Тольони даст русскому балету те самые непоколебимые и очень высокие стандарты. При этом именно в России возникла очень смешная и глупая байка, что якобы пара ее пуантов была продана за бешеные деньги и благоговейно съедена группой балетоманов на торжественном обеде в ее честь. В июле 1845 года известный балетмейстер и танцовщик Жюль Перро совершает невероятный подвиг и убеждает четырех главных европейских прим-балерин станцевать вместе в его новой постановке «Дивертисменте па де катр», то есть на четверых. Точнее, ему удастся уговорить троих. Марию Тольони, Карлоту Гризи, это оригинальная Жизель, и Фанни Чирита. Фанни Эльслер, постоянная конкурентка Тольони, отказалась принимать участие, и ее охотно заменила молодая и малоизвестная тогда Люсиль Грамм. Этот дивертисмент звезд был поставлен специально для показа королеве Виктории, и его премьера в Лондоне произвела фурор. Па де катр воплотил в себе все принципы романтического балета. Изящный, элегантный и уравновешенный танец, требовавший исключительной точности и великолепного владения техникой. У каждой балерины была индивидуальная вариация, и они исполнялись последовательно между вступлением и финалом. Это был официальный триумф нового балета. Безусловная, непревзойденная классика, которую продолжают возобновлять на сцене снова и снова. Таллиони ушла со сцены в 1847 году в возрасте 43 лет и поселилась в Венеции. Она бы хотела уйти на заслуженную пенсию, но этого не случилось. Я не смогла выяснить, что конкретно произошло, но ее значительное состояние, заработанное за годы и годы успешных выступлений по всей Европе. Как-то очень быстро было сведено к нулю. И Марии пришлось вернуться к работе, но уже в другом амплуа. Когда балет Парижской оперы был реорганизован, она стала его инспектрисе де ля данс. Она ввела экзамены для начинающих балерин. И вместе с директором Люсьеном Петипа сидела в жюри ежегодного конкурса кардебалета. Она попыталась стать хореографом, как ее отец. Но ее единственной поставленной работой стал балет «Лепопион» «Бабочка» 1860 года на музыку Жака Аффенбаха, специально созданный ею для ее любимой ученицы Эммы Леври. Эмма, некрасивая, маленького роста, но очень амбициозная и талантливая, напоминала Талене ее саму в молодости. В этом балете героиня Леври, красавица Черкешенко, превращается в бабочку, но привлеченная светом факела, она бросается к огню и теряет свои крылья. По трагической иронии, Леврий вскоре повторит судьбу своей героини. Когда я рассказывала о появлении кринолинов на стальных обручах в середине века, я упоминала, насколько эти новые юбки были пожароопасными. Огромный колокол кринолина было очень легко случайно поджечь. Выскочившим из камина угольком или упавшей свечой, или, как это случилось с 18-летней эрсгерцогиней Матильдой Австрийской, она попыталась спрятать за спину сигарету, которую смолила втайне от родителей. Нечаянно подожгла на себе платье, и к ужасу свидетелей погибла в огне. Ее платье вспыхнуло факелом, и никто из присутствующих ничего не смог сделать. Самую большую проблему составляла новинка ткацкой промышленности – машинный тюль. Эта тончайшая, как паутинка, воздушная ткань к середине века вошла в большую моду. И если общая женская мода менялась, то в театральном костюме тюль застрял на века. Специально для Марии Тальони был изобретен ныне стандартный костюм романтической балерины – балетная пачка, тугой лиф и пышная тюлевая многослойная юбка, открывающая ноги. Романтическая балетная пачка, или шопенка по-русски, доходила примерно до середины голени, что уже было достаточно скандальным в викторианское время. Общий силуэт этого костюма соответствовал тогдашней моде, но легкий тюль позволял балерине свободно двигаться в танцы, почти не нарушая приличий. Проблема с тюлем была в том, что он горел, как тополиный пух, что сделало смерть в огне профессиональной опасностью для балерин. Тюлевые пачки погубили больше балерин, чем заезжие гусары. Рамповый свет в фонаре, окружающий сцену, в те времена представлял собой ряд газовых рожков. На нормальных домашних газовых рожках были стеклянные плафоны, но они очень быстро покрывались копотью. Театры не хотели терять освещение в течение представления, поэтому светильники рампы были прикрыты рефлекторами только сзади и открыты со стороны сцены. То есть балерины вертелись, размахивая тюлевыми подолами, мимо ряда довольно высоких открытых пламен, что, разумеется, влекло за собой многочисленные несчастные случаи. В XIX веке балерины и театры горели на регулярной основе, поэтому с середины века начинают внедрять законы, по которым все ткани в театрах и декорации, и костюмы должны были проходить противопожарную обработку. Но противопожарные пропитки того времени заметно портили внешний вид и структуру ткани, и балерины категорически отказывались выходить на сцену в изуродованных костюмах. И эта самая Эмма Ливри, протежет Алиони, написала директору Парижской оперы. «Я настаиваю, господин директор, на том, чтобы танцевать во всех премьерах балета в моей обычной балетной юбке и беру на себя всю ответственность за все, что может случиться». И тем она подписала свой смертный приговор. Эмма, танцуя, зацепила подолом пачки газовый рожок, ее костюм вспыхнул, она начала метаться по сцене, когда ее наконец поймали и огонь потушили, она уже получила обширные ожоги. И в том же году Эмма Ливри умерла от сепсиса. Ей было 20 лет. Эта трагедия и последовавшая вскоре смерть отца, всю жизнь служившего ей и опорой, и лидером, отвратили Марию Тальоне от театра. Она уйдет в тень и до самой смерти будет вести скромную жизнь и преподавать байльные танцы детям и светским дамам. Мария Тальоне умерла в Марселе 22 апреля 1884 года, за день до своего 80-летия. Ее тело было перевезено в Париж и там захоронено. И в знак уважения танцоры балета со всего мира стали оставлять свои изношенные пуанты на могиле на кладбище Монмартр. Проблема только в том, что это не та могила. Мне удалось найти фото, и на нем под грудой грязных и разлагающихся пуантов видна надпись «Мари Тальоне своей матери». То есть это не могила Мари, а мамы ее. Не знаю, исправили ли это недоразумение власти кладбища, фотография довольно старая. Будете в Париже, зайдите, проверьте. А у меня на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Не уставайте стремиться к совершенству, какими бы ни были ваши личные проблемы и препятствия. Всего вам доброго. До новых встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры и особенно истории без культуры, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Патреон принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки, а на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!